Мы сейчас находимся в той главе, которая, пожалуй, это история, которая одна из наиболее известных историй в Писании. История Иосифа известна нам и из мультиков, и из детских библий, и из самых разных рассказов. Мы, когда смотрим на личность Иосифа, конечно, сопереживаем ему и восторгаемся этому чуду, который сделал Бог, когда человек оказался в самом низу, но Бог поднял его вверх. Но во всем этом есть несколько важных уроков. Я выделил для себя пять пунктов. Первый пункт. У Бога есть план. Вы видите, все, что происходило с Иосифом от момента его рождения и до самого конца этой истории, не могло быть случайностью. Если бы хотя бы что-то изменилось, вся история человечества пошла бы иначе. И второй пункт сразу появляется. Этот план далеко не всегда очевиден для нас. Мы смотрим и видим только одну часть. Казалось бы, но что может быть хуже предательства братьев? Те люди, которым ты доверяешь больше всего, за горстку монет и зависти продают тебя в рабство. Но знаете что? Они на самом деле это делают в соответствии с планом Бога. Как так? Иногда в нашей жизни случаются определенные вещи, когда мы задаем себе вопрос, ну как такое может быть хуже предательствовать? Иногда в нашей жизни, мы просто спрашиваем от ourselves, как Бог может быть хуже предательствовать? Смотришь на жизнь других людей и думаешь, ну человек Божий, как такое случилось с ним? Иногда это происходит, потому что мы не видим картину в целом. Третье, мы сами часть этого плана. Иногда нам кажется, я очень маленький человек. Знаете, как был тот старый анекдот, когда один человек пришел на небо и спросил, каков был для меня смысл жизни? И апостол Петр, ну как знаете, всегда в анекдотах он, именно почему-то встречает людей на небесах. И он говорит, ну зачем оно тебе? Ну ты попал на небо и радуйся. Не, 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 я хочу знать, скажи. Ну он говорит, ну ладно, ты помнишь, ты старался хорошо учиться в школе. Он говорит, да, помню, я старался изо всех сил. Он говорит, потом ты поступил в институт, да? Он говорит, да. Возь ты ты кобал на университет, ты знаешь? Я в университете старался быть лучше всех. Да, да, да. Потом ты помнишь, ты пошел работать в одну фирму. Он говорит, да? Ты сделал там карьеру, стал большим начальником. Говорит, я всегда старался там приносить вовремя пожертвования, всем делать только добро. Говорит, ну да, да, да. Помнишь, что я потом послал ли в командировку в один город? Я седал, я очень хорошо работал в этой школе, и я получил 10. Ты знаешь, когда ты пошел в командировку? Да, да, да. В этой командировке, в поезде, помнишь, рядом с тобой сидела девушка красивая? Говорит, да, да, да. Помню, такая была светленькая, красивая, с голубыми глазами. Помнишь, она у тебя попросила соль передать? Когда было? Вот. Слушайте, эта шутка, но в каждой шутке доля шутки. Иногда мы ищем, что вот сейчас мы должны сделать что-то великое. Принести пробуждение в Африку так, чтобы все Африканцы покаялись. Но возможно на сегодняшний день Господь дал мало. Сделать что-то, налить воду в графин, поставить сюда, чтобы мы не умерли от жажды. И может быть это тоже часть Божьего плана. Мы часть Божьего плана. Четвертый пункт. У этого плана всегда есть цена. В среде верующих сложилась такая культа халявы. Есть разница между шарой и халявой. Есть, знаете, русское такое выражение, что-то на шару, что-то бесплатно. Машу бихинам. И халявы. Так вот, халява пошла от иврита, от халяв. Потому что по закону, в определенное время нужно давать балаку бедному. А вот слово шара. Ва мила шара. Пошла после 1812 года, после войны с Неполеоном. Когда голодные французы из побежденной армии выходили на улице и обращались к людям на улице. Говорили, шарами, дорогой друг. И просили дальше милостыню. И отсюда пошло русское слово шарамышничать. Шарамышничать, да. Ну, а потом, когда уже история забылась, глагол остался, люди начали думать. Знаешь, шарамышничать, это мыжничать какую-то шару. И иногда у нас сложилось вот это пагубное ощущение, что кто-то нам должен чего-то. Что что-то должно быть бесплатно. Вы знаете, есть секрет, ничего в этом мире не бывает бесплатно. За все приходится платить. Не всегда платим мы, это уже другой вопрос. Но цена есть у всего. В истории Иосифа, каждая часть этой истории говорит о цене. В истории Иосифа, каждый часть из истории говорит о цене, о цене, которую отдали за Иосифа. О цене, которую Иосиф платил в Сиде в темнице. О цене, которую Иосиф шилем, когда он лежит в кле. О цене, которую платили родители, который платил отец, о цене, о цене, которую потом Иосиф заставил заплатить братьев. И о цене спасения для всех. И пятый пункт. Эта цена всегда оккупается во много крат. Послушайте, если мы находимся в плане Бога, и платим цену за план Бога, и мы шумим о цене, эта цена оккупится всегда. Книга Ботие, 45 глава, 5 стих. Я знаю, это немного выходит за рамки Парашад Шавуа, но это же история. Сепер берешит, 45, пасок 5. Но теперь не пичальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Картина открылась полностью. И я вижу, вот в этих словах, Иосифа, я вижу прямую параллель с тем, что происходит потом. Кто мог еще сказать такую фразу, но теперь не пичальтесь и не жалейте о том, что продали меня. Након, Након. Амаших, Ишо. Знаете, в еврейской традиции существует такая концепция двух мошихов. Моших, Бен-Йосеф, Бен-Давид. Где есть параллель мошиха страдающих. Вот этого самого мошиха, Иосифа. И это то, что открылось, мы видим, в жизни Ишо. Однажды была история девочки, которая, как маленькая девочка, которой не хотели родители читать Бритта Хадаша. Они боялись того, что девочка очень сильно воспримет те места, где говорится о жертве Ишо. Но девочка была очень верующей и просила родителей, говорит, прочтите, прочтите, прочтите. Но ребенка была очень уверена в каждой льбе, и в каждой родителе приятно, когда ребенок стремится к чему-то духовному, к чему-то большому. И они начали читать. И они начали читать. С дружью в голосе подошли к концу Евангелия. Думают, ну сейчас все. Ну и они быстренько так дочитали до конца, сидят и ждут, когда ребенок будет плакать. А ребенок улыбается. Они спрашивают, погоди, ну ты что, ты не поняла историю? Смотри, что получилось тут. А девочка говорит, ну так что, он же воскрес. Ну, а ребенка говорит, но он как на дыхание. Ребенок видел картину в целом. А ребенка видела картину в целом. История Иосифа это большое утешение для нас с вами. Сипорюшем Иосифа это нехама гадолая обоих. Когда мы вокруг видим темницу. Когда мы вокруг видим голод. Когда мы вообще не понимаем куда нам идти и что происходит. стоит довериться тому кто сделал этот план. И поблагодарить его за то, что есть сейчас. В надежде на то, что он имеет будущность для каждого из нас. нам нужно жить не только сегодняшним днём. Нам нужно жить надеждой. Надеждой на то, что мы в его руках. Мы его дети. И где бы мы не были. Он не забыл про нас. Другая вещь. Иосиф он не винил кого-то конкретно из братьев. Его сердце способно было прощать, двигаться дальше. Потому что он понимал всю эту часть Божьего замысла. Аллилуйя. Давайте просить Господа о том, чтобы мы могли принимать его план таким как он есть. И преодолевать какие-то вещи которые бывают на нашем пути. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарны тебе за эту историю которую ты нам дал в Торе. за этот пример который ты нам показал. Мы просим тебя если приходят трудности в нашей жизни. Помоги нам покрывать эту благодатью, покрывать эту милостью Твоей. в надежде переходить дальше от прошлого к будущему. Помоги нам видеть картину в целом. Помоги нам не смотреть только на темницы, только на темные. Но видеть Твой свет как свет горящий хануки как свет который выводит к свободе. Слава Тебе, дорогой Господь. Иешу, мы благодарны Тебе за то, что ты своей жизнью, своей смертью и воскресеньем дал нам надежду. Утешу. Нехама. Слава Тебе, наш Бог. Слава Тебе, Куроку. 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 Амин. Амин. Амин.